И во втором, относительно второго нашего примера, они говорят, то есть тот аят, в котором в одном месте Всевышний говорит, что добро от тебя, то есть зло от тебя, в другом месте говорит зло от Аллаха. Как это собрать? Говорит, инна л-хасана у сайи а кильтагума битагдирилля, то что и добро и зло оба приходят по предопределению Аллаха. Но добро, когда к тебе приходит от Аллаха, причина этого добра какая? Щедрость от Аллаха к тебе. Не то, что ты такой, маша Аллах, а щедрость от Аллаха к тебе. И говорит, а что касается, когда к тебе приходит что-то из дурного, как несчастье и тому подобное, то причиной этого является действие самого человека. То есть он сам натворил грехов и заслужил, чтобы Всевышний Аллах спонаталя наказал его. Говорит, как говорит Всевышний Аллах, А если вас постигает что-либо из дурного, то это по причине того, что заработали ваши руки, или по причине того, что натворили ваши руки. Теперь вопрос, а если человек натворил зло ногами, или глазами, или ушами, это зло подходит под этот аят или нет? Подходит, потому что выражение, натворили ваши руки, не имеется ввиду, натворили вы сами. Натворили вы сами. Не имеется ввиду, что именно руки. Натворили, имеется ввиду, вы сами. Говорит, и при этом Всевышний Аллах прощает вам многое. То есть если бы Всевышний посылал наказание или бедствие за все грехи, которые человек совершает, он не выжил бы. Так поэтому, а почему? Потому что, но Всевышний Аллах спонаталя говорит, прощает многое. Поэтому там, где Всевышний Аллах приписывает несчастье или зло к рабу, к человеку, то это из приписывания чего-либо к его причине. Правильно ли? Приписывание чего-либо к его причине. То есть, как если ты скажешь, правитель построил город. То есть правитель стал причиной построения города. Он отдавал приказы, он что делал? Организовывал строительство и так далее. Понятно или нет? Хотя он сам, может быть, даже не притронулся даже к одному кирпичу. Понятно или нет? Это называется приписывание действия к чему? К кому-либо. То есть к причине. К причине этого действия. Это было причиной действия. Говорит, ла ми лабафат и ла мукаддирини. И это не из приписывания дела к чему? К тому, кто это предопределил. То есть, когда Всевышний говорит, это по причине или это потому, что вы натворили зла, не означает, что зло. Ты стал творцом этого зла. То есть ты, да, сделал зло, но то бедствие, которое к тебе пришло, ты не творец этого бедствия. Понятно или нет? Но ты причиной этого бедствия. Есть причина бедствия, а есть творец бедствия. Понятно или нет? Кто творец бедствия? Всевышний Аллах творит. А ты становишься причиной этого. Амма иббафа аль-хасана васия иля Аллах и Та'ала. А что касается того, когда Всевышний приписывает добро или зло самому себе. Фаминбаб иббафа тишей иля мукаддириги. То это со стороны приписывания вещи к тому, кто ее творит. Кто ее творит. И говорит, что этим разъяснением уходит непонятность в этих двух аятах. Что значит имфикак аль-джига? То есть расходятся две стороны. Расходятся две стороны. То есть, например, смотри. Если я говорю, это яблоко сладкое, а второй говорит, это яблоко красное. Разногласия есть? То есть есть внешние разногласия, что я говорю не то, что говорит мужчина. Так или нет? Я говорю яблоко вкусное, а второй говорит яблоко сладкое. То есть есть разногласия, в смысле, я говорю не то, что говорит он. Но есть инфикак аль-джига. То есть разногласия произошло из-за того, что мы говорим о двух разных аспектах. Мы говорим о двух разных вещах. Поэтому у нас произошло разногласия. И это друг другу не противоречит. То есть может быть яблоко сладким и может быть оно одновременно красным. Так или нет? То же самое здесь. Всевышний в одном месте оговаривает вопрос с одной стороны, и в другом месте оговаривают его с другой стороны. Происходит внешнее словесное противоречие, но на самом деле смыслового противоречия нет. Понятно или нет? Говорит, вот это называется инфикак аль-джига. Вот это выражение надо запомнить, но часто встречается это понятие инфикак. Инфикак это что такое? Расхождение, разделение. Джига это направление, то есть происходит расхождение направления. Один говорит о предмете со стороны своего направления, а второй говорит со стороны своего направления. Каждый говорит со своей колокольни, как говорится. Понятно или нет? Каждый говорит со своей стороны. Это называется инфикак аль-джига. Расхождение чего? Направлений. Это выражение часто встречается. Как в фихе, так в усулим всех, так и в других науках. Говорит, а что касается приведенного...